здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта и как я анонсировал в телеграм-канале сегодня я планирую записать обучающий вебинар на тему пробои пробой по герчику и по моей торговой стратегии модельный трейдинг модельный анализ я разберу на реальных примерах на рынке да там я давал торговые рекомендации публично и в закрытом канале да то есть это не будет обучающий вебинар там где-то на истории на графиках где можно рассказать и здесь была хорошая точка входа здесь плохая здесь 5 10 я конкретно какие давал торговые рекомендации в своих обзорах большинство идей я давал также в закрытом канале сегодня мы пройдемся только по валютному рынку да то есть я весь рынок брать не буду так как скажем для этого есть работа с учениками мы разбираем практически все инструменты которые они торгуют лично сегодня я разберу доллар рубль юани рубль там я анализ сделал по пробою то есть модель пробой по герчику я это говорил в своих обзорах как на выходных такие принципе на прошлой неделе говорил что доллар рубль скорее будет идти вниз там мы детально разберем там очень красивая классика на пробой я это очень люблю именно данный пример так как там был ложный пробой он не сработал и то есть эти два инструмента валютного рынка и разберем с валютного рынка это евро доллар фунт доллар я еще работал по доллар франку но мы его сегодня разбирать не будем и серебро да то есть будет несколько валютных пар и серебро с этих всех инструментов я давал практически своих обзорах точно давал доллар рубль юани рубль в обзоре давал рекомендацию также по евро давал рекомендацию в обзоре публично по фунту я публично не давал я только давал в закрытом канале по доллар франку я давал только в закрытом канале публично я не разбирал и по серебру я давал публично ну и плюс в закрытом канале то есть как видите несколько идей с публичного обзора несколько еще параллельно с закрытого канала плюс эти все идеи я давал в закрытом канале лично что я торговал то есть эти все инструменты я назвал сколько я назвал 26 инструментов мы сегодня разберем с этих шести инструментов я торговал лично только евро доллар франк торговал и серебро доллар рубль юань рубль я лично не торгую то есть эти инструменты я не торгуя их анализирую так как мне интересно анализировать много инструментов с разного сегмента валютного рынка которые связаны с долларом и с юанем да потому что валюта такая скажем наступает на пятки доллару в кавычках давайте перейдем конкретно графику такое вступительное слово чтобы вы понимали что это что идет разбор реальных примеров давайте начнем с инструментов доллар рубль юань рубль пробоя потом перейдем к моей торговой стратегии модельный трейдинг там будут два примера на которых я принимала решение они немножко два отличаются вам будет интересно напомню аналогичный вебинар я проводил по рынку криптовалют по пробоям и по моей торговой стратегии ссылочку я дам в комментариях той ранее не смотрел и так давайте начнем с доллар рубль юани рубль давайте с юани рубль здесь очень красивая картинка прям ну прям идеально все было что здесь было интересного давайте прежде чем начать я вам покажу картиночку то есть картиночку пробоя да и эту картиночку показывал у нас модели на пробой по тренду или контр тренд у нас с данного примера мы берем такой локальный тренд у нас был нисходящий последний месяц так скажем давайте вот этот тренд вот смотрите он достаточно у нас практически с начала октября можно сказать вот такой нисходящий тренд нарисовался и мы работали в сторону этого тренда вот на этой картиночке есть несколько примеров на данный момент у нас подходит пример номер три вот этот справа то есть что у нас было у нас здесь движение идет импульсное движение наверх а то есть обратно у нас подобно по юани рубль движение вниз импульса то есть зеркальное дальше у нас идет какая-то определенная первая коррекция дальше идет попытались пробить уровень но он оказался ложным пробоем то есть вот у нас сложный пробой потом еще раз вернулись к этому уровню протестировали его подтвердили как герчик называет бсу бпу да то есть у нас видно виден был четкий уровень у нас четкий уровень здесь 1260 то есть вот он то есть первая остановка почти подтвердили подтвердили красивенько ложные вот смотрите два ложных то есть возвращаемся картинки то есть у нас несколько ложных пробоев то есть да и все-таки цену поджимают к данному уровню то есть нету реакции на ложный пробой мы знаем что у нас на когда происходит ложный пробой цена что должна уходить уходить очень сильно импульс надо бывает иногда заминки когда делают еще паузу на день день такое бывают такие случаи но по классике ну скажем не по классике по красоте когда идет вот это было на примере мы дальше перейдем положенный пробой по серебру вот там красиво очень красиво все было и и у нас получается если есть хорошенький такой уровень у нас по юане рубль там по доллару рубль по юане рубль еще более красивый был да почему я его взял в обзор и в закрытом канале про сигнал я его советовал шортить ну если там кто торгует если я знаю ребята некоторые некоторых брокеров есть возможность торговать юане рубль доллар рубль и у нас был четкий уровень несколько ложных пробоев на эти ложные пробои не было реакции было поджать и зажать и вот смотрите то есть вот я здесь нарисовал и что мы видим смотрите импульс вниз мы подтвердили уровень подошли к этому уровню был ложный пробой 31 октября ложный пробой был 3 ноября но цена как видим она делала эти ложные пробой и не уходила наверх мы не уходили и давайте чуть увеличим на что было красиво видно и цену смотрите вот после последнего ложного пробоя который был 3 ноября у нас цена не пошла наверх дальше 7 ноября аналогично не пошла наверх 8 ноября прям начала зажиматься снова к уровню вот смотрите закрытия 8 ноября практически под лоу дня на уровне да да то есть цена закрылась на уровне и практически у нас попытала попытался произойти первый пробой 9 ноября но как видим он не пошел еще сделали небольшой такой ложный как бы вы нас вверх но в принципе я это не считаю как бы заложный можно это посчитать как третий такой ложный вынос то есть это первый второй третий здесь мы не ушли сразу вниз это вот когда я еще делал обзор на выходных на в это воскресенье последнее я говорил что здесь не что-то не нравится так как не было сразу пробоя 9 ноября потому что цена ушла ниже как мы видим принципе мои как бы сомнения они оправдались мы еще сделали небольшой геп то есть это там пару центов наверх но это все было здесь нельзя такие маленькие стопы ставить потому что вот смотрите он четко в рамках вот этого зажатия вниз то есть у нас смотрите у меня есть нас на моем курсе обучение когда я учу рисовать трендовые линии по двум параметрам первый это по классике и 2 это по моей авторской стратегии по откатом то есть это некоторые есть профессиональные трейдеры не так и строят и говорят что это более правильный нежели стандартный момент четко четко удержали тренд и снова начали зажимать то есть если вы даже здесь заходили с очень коротким стоп лоссом то у вас была возможность дальше снова произойти так как снова зажимали к уровню и смотрите какой какое хорошее падение у нас по юань рубль почему здесь было вообще интересная ситуация для торговли почему я взял его обзор по основной причине то что здесь было хорошее накопление смотрите какое у нас накопление здесь практически под несколько недель у нас накопление а когда у нас такое накопление неделя 2 3 это энергия которая даст хорошее движение такое свинг среднесрочная я бы так его назвал да как видим и здесь его получили кто держит у меня есть ученики которые торгуют а метро дэй из которой там свинг среднесрок на таких движениях если они случаются можно хорошо заработать то есть детально разобрали доллар рубль аналогичная почти аналогичная картинка здесь тоже самое был очень красивый уровень 92 50 там с копейками 55 вот мы раз уровень второй раз подтвердили уровень подтвердили третий раз двадцать седьмого октября сделал вот я когда здесь еще обзор снимал и говорил что здесь возможно будет отбой от уровня он в принципе произошел но потом снова начали зажимать к уровню вот я здесь уже взял себе на лист смотреть будет ли здесь пробой произошел 31 октября ложный и у нас цена не ушла наверх а сразу 1 ноября вернулась к уровню попыталась еще 2 немножко отбиться и снова вас к уровню то есть это здесь очень красивое накопление то есть это у меня модель там сразу можно было с отката по моей стратегии шортить но я здесь выбрал вариант работать на пробою в своих обзорах и в закрытом канале про сигнал то есть дальше я говорил что ключевой уровень у нас 92 55 и ниже данного уровня стоит здесь это можно было уже выбрать как зеркало торговать и но сама суть концепции понимание графика происходило через пробойную модель по герчи куда и видим то же самое построил зажатие то есть смотрите в герчика есть он называет что вниз что вверх поджать и у меня есть у меня есть различие есть поджать и это когда вверх зажать и это когда вниз потому что это я считаю более правильно будут высказываться четко цена вот это зажатие держала по откатам и как видим получили феерически такое хорошее снижение три дня и мы добили такие локальные цели в район 90 я думаю что мы можем еще ниже пойти но в принципе что я не рубль что доллар рубль мы вот это накопление мы его отработали дальше уже цена пойдет ли еще ниже или на откат это уже дело вероятности оставляется часть позиции как учил один недавно смотрел лекцию одного ученика герчика один из такой он там торговал в пропе очень один из самых лучших мне посоветовал эту лекцию мой знакомый трейдер он всегда говорит так сделочка пошло пошла вашу сторону часть закрыли фикс зафиксировали профита отбили стоп лосс условно да потом еще пошла немножечко ну там есть первое определенное соотношение еще часть закрыли и часть сделки оставляете и бывают сделки которые потом уходят очень красиво и на таких сделках как раз делается очень большая прибыль на понятно там позиция уже небольшая но за счет соотношения может можно сделать потому что бывают такие моменты на рынках когда трейдер пытается всю позицию держать до если будет хорошее движение он заработать очень много но будут моменты бывает иногда часто такая такая ситуация периодически случается неудачная когда вы держите среднесрочную позицию она не идет по каким-то причинам да вы все правильно делаете возможно возможно все правильно возможно что-то не учли и прибыль пошла а потом вернулась там по безубытку или по стоп лоссу и вы а теряете время теряете деньги и прошел условно там месяц условно там два-три квартал а вы как бы все правильно спрогнозировали но ничего не заработали то есть трейдеру нужно хотя бы часть выводить так по этим инструментом четко разобрал здесь мне что понравилось было а накопление хорошее б был ложный пробой а когда есть сложный пробой и нет на него реакции это такой подарочек на пробой очень красиво то есть прям по классике так как учил герчик принципе у меня на моем курсе обучение по модельным трейдингу есть тоже занятие по пробоям это разбираем если кто-то желает там сугубо пробой по изучать условно он обучался герчика но как-то у него какие-то нюансы не получается мы этот момент разбираем так ну давайте сейчас перейдем к моим моментам по поводу евро доллара фунт доллар франк я разбирать не буду и серебро мы разберем да потому что франк публично я не давала закрытого канала ну просто вот смотрите по франку мы вот я вчера советовал возле зайти на шорт прям перед инфляцией да кто-то там боится торговать новости потому что там будут какие-то нюансы но здесь было мне четко видно что будет шорт так ну давайте разберем что я с публичного давал евро доллар по евро доллару по евро доллару практически с прошлой неделе мы не говорим то что я по евро советовал еще покупать весь октябрь по евро покупать мы видим что мы в октябре показываю все время новые маг новые локальные максимума и в ноябре аналогично очень красиво показали еще один начале ноября и середина ноября показали еще более высокий максимум как здесь я торговал и принимала решение по своей стратегии первое давайте на рынке есть две две структуры отката их есть несколько но мы сегодня разберем конкретно две первое есть плоская коррекция а есть коррекция глубокая то есть когда у нас на рынке формируется импульс вот примерно какой здесь по евро смотрите сформировался импульс вот здесь да мы здесь кстати покупали евро доллара и здесь на максимумах я советовал практически полностью позицию закрыть почему потому что после импульса есть вероятность что может этот импульс продолжится удлинение импульса а есть вероятность что может быть коррекция коррекция может быть маленькая не глубокая а может быть глубокой чтобы не терять вот этот профит я посоветовал основную часть закрыть кто там там полностью закрыл то есть по желанию я писал и как я уже сказал есть два вида коррекции это не глубокая такая плоская есть глубокая которая была по фунту вот смотрите давайте с обучающего материала начнем вот у нас вот это мои модели одна из моих моделей очень хорошая она она была показана по серебру сейчас мы тоже перейдем то есть у нас импульс и коррекционное движение плоская больше ничего на рынке так скажем нет вот многие то же самое в герчика вот этот модель которую мы на пробой это то же самое она через эту модель просто как я уже ранее показывал вход другой я с отката вхожу а герчик на пробой да то есть вот такое понятие и по евро вот была небольшая не глубокая коррекция то есть я начал уже с прошлой неделе здесь советовал откупать евро где-то уже вторник среда я говорил и в своих обзорах я советовал покупать евро у нас здесь был импульс было не глубокой коррекции и она была еще усилена у меня есть такое понятие как усиление модели зеркальным уровнем вот у нас зеркальные уровни в районе 106 70 там с копейками я говорил что эта сделка немножко такая рискованная в том плане так как еще на прошлой неделе она формировалась до формировалась плюс она была не такая прям красивая чтобы сказать ну все по красоте мы знаем что на рынке есть несколько видов графических подтверждений когда очень красивый такой комбинация складывается вот так как условно по юане рубль доллар рубль там было красиво по евро было так где-то процентов на 60 70 по красоте на что комбинация вот этих баров именно комплекс моделей локальных в глобальной модели да и вот здесь я советовал практически евро доллар и сам покупал и в закрытом канале покупал и публично все время и вчера даже на битве аналитика говорил что по евро доллару я смотрю наверх сломают то тогда буду говорить по другому и как видим смотрите какой красивый мы получили рост инфляция вчера выходила да не было понятно что она там понизится выйдет согласно прогнозов ниже прогнозов выше прогнозов не график показывал что евро пойдет наверх в итоге мы получили что инфляция вышла ниже ожиданий аналитика то есть базовая вышла на уровне 4 на которые на базовые именно показатели инфляции тебя и смотрит фрс по принятию решений по денежной кредитной политики просто отлично был неплохой паттерн поэтому евро сам лично покупал и советовал своим ребятам покупать на текущий момент мы зафиксировали там основную часть по евро кто-то там полностью зафиксировал я советовал так как возможно какая-то будет коррекция я принимаю решение такие формате что вот взяли хорошее движение закрыли позицию но как было несколько раз здесь что мы там фиксировали часть позиции часть выносила так как ситуация может поменяться в любой момент плюс у нас куча новостей по сша на этой неделе заработали зафиксировали и дальше рынок куда хочет пусть идет то есть это первый момент когда идет не глубокая коррекция как указано на данном под на данной модели но есть на рынке моменты как было он по евро доллару на позапрошлой недели и по фунту на этой неделе давайте перейдем к фунт фунт доллар а фунт доллар смотрите вот мы с ребятами когда покупали фунт доллар вот я в своих обзорах на битвах аналитиков светл фунт доллар покупать вот в начале и в конце октября начале ноября смотрите какое хорошее движение и здесь я аналогично советовала своим ребятам выйти так как возможно начнется коррекция и здесь коррекция пошла глубокая как видим смотрите какая глубокая коррекция у меня есть аналогичный паттерн вот когда у нас идет идет импульс большой да как у нас вот у нас вот у нас по фунту большой импульс и вот начало импульса можно брать отсюда с этих минимумов сюда наверх и здесь глубокая коррекция как указано на данной модели да здесь аналогично когда появляется сигнал на окончание данной коррекции мы принимаем решение на покупку было и был один момент что я по фунту еще на прошлой неделе пытался войти его здесь на покупку я думал что у нас здесь коррекция закончилась так как по евро в принципе мы не переписывали минимумов до евро делал один формат коррекции а фунт вот здесь я покупал он вы вынес по стоп лоссу на то есть не сработала идея и мне пришлось перезайти вчера то есть точнее не вчера позавчера в понедельник утром вот я советовал покупать фунт сами лично не покупал я держал позицию по евро и уже позже во вторник добавился по франку это с валютного рынка и то же самое то есть у нас смотрите в пятницу у нас был сформирован бар такой пин барчик который говорил об возможном окончании коррекции по британскому фунту это было не самый супер сигнал потому что пин бар такой маленький но в принципе для данной модели которые здесь есть коррекционная он служит сигналом на покупку и закрытие понедельника дала еще более сильное подтверждение что фунт нужно покупать или докупать в зависимости как кто свои позиции строят я в закрытом канале и вообще с учениками разные варианты рассматриваем там купил докупился появился дополнительный сигнал зависимости это зависит от их торгового баланса депозита стратегии кто-то с короткими стопосами кто-то с более длительными так как каждый по разному торгую да то есть мы стараемся найти какой-то универсальный подход каждому чтобы чтобы человек мог себе как ему комфортно торговать да там он просто набирает позицию по фунту пошло хорошее движение заработал кто-то там пытается с мелкими стоп-лоссами найти точку входа есть такой тоже момент как видим по фунту вот произошел вот такой вариант коррекция как я уже показал был один сигнал он не сработал и вошли по второму сигналу он принципе неплохо себя отработал так с валютного рынка мы рассмотрели четыре инструмента и давайте перейдем по серебру серебро просто по красоте показывает хороший рост напоминаю серебро я покупал на прошлой неделе здесь был неплохой локальный рост но по итогу по итогу четверга у нас четверг немножко плохо закрылся видим мы его задавили то есть у нас был ложный пробой в среду как в принципе была реакция на этот ложный пробой мы покупали и все-таки задавили цену и сделали еще один ложный пробой то есть у меня был здесь анализ по вот этому паттерну вот у нас по вот этому паттерну по этой модели сформировано очень хорошее накопление что мне нравилось по серебру то что здесь было очень огромное накопление практически почти месяц ну почти месяц до более трех недель я ждал с этого движения наверх но на рынке еще не видимая рука рынка еще сделала более глубокий вынос он в принципе в рамках вот этого паттерна вот у нас импульс и вот это коррекционное движение просто мы сделали здесь такое движение движение кто там торгует волна то есть и биси да то есть более глубокое это нормально и в во вторник уточнение во вторник утром а в понедельник и вечером я еще даже не дожидаясь что мы закроемся выше уровня 22 40 что мы сформируем ложный пробой я уже вечером в понедельник дал рекомендацию на покупку по серебру то есть да почему потому что сформировался на пин бар то есть это то же самое как по фунту здесь еще был лучше пин бар на а если исходить из теории глубокой коррекции то есть вот импульс глубокая коррекция в принципе этот пин бар говорил о том что коррекция скорее всего закончилась да и мы будем идти наверх то есть это первое и второе то есть третье можно сказать что мы сделали практически 50 процентов от коррекции от этого импульса на то есть если фибоначи кто-то то есть это на глаз прикинул и что мы получили вчера на данных по инфляции хорошенький рост мы с ребятами эту позицию удерживаем на покупку часть планируем фиксировать кто-то уже возможно зафиксировал потому что трейдеры бывают разные кто-то разные профиты свои видит не все следует моим рекомендациям где фиксироваться кто-то там заработал какую-то сумму он считает что ему хватит он имеет право зафиксироваться это рынок нельзя жадничать получил хорошую прибыль зафиксировал пока по серебру вот вот такой момент то есть был стоп лосс как видим в данном обзоре я рассмотрел и стоп лосс а то есть по фунту по серебру то есть видим что бывает на рынках какие-то моменты ты думаешь что он пойдет по такому-то сценарию на рынок еще желает еще раз вынести до его я видел эти моменты по серебру по фунту что там скорее всего будут ложные пробои еще но это трейдинг да то есть трейдинг может может видеть может видеть что будет сформирован еще ложный пробой но он а вдруг не будет вот как по евро доллару не было ложного пробоя я не исключал его с большой долей вероятность а его не было да вдруг бы серебро и фунт не дали ложного пробоя и я бы упустила эти сделки да то есть трейдинг это такая штука на этом все в принципе я в принципе очень детально рассмотрел более уже детальны какие-то моменты еще дополнительные нюансы мы разбираем с учениками напоминаю на сайте кухта капитал проекта моего есть ссылка на вы можете знакомиться с закрытым каналом про сигнал там новые условия очень хорошие для вас по обучению по моей стратегии по пробоям дополнительным и изучаем поэтому у вас есть возможность все это изучить всем спасибо всем спасибо за просмотр данного обучающего ролика ставьте лайки как бы понравилось кому не понравилось пишите в комментариях чтобы вы хотели услышать не нужно ставить там дизлайка пишите свои претензии почему что и как как бы вы хотели возможно чтобы я что-то улучшил понятно то есть по возможности если у меня получится это улучшить каждого трейдера коуча есть какая-то процесс подачи информации кому-то он подходит кому-то нет кому-то хотелось бы развить это поэтому спешите вопросы еще какие-то пожелания пишите в комментариях там понятно какие-то благодарности пишите будут вопросы конкретно в личку пишите в телеграм или фейсбук как вам удобно всем удачной торговли до свидания то есть это вы вы в в в в в Продолжение следует...